Первый раунд. Калласа Левша. Светлый в трусах. Интересен Калласа тем, что запомнился не столько своими победами, сколько поражениями. У него было два поражения, в которых он выступил совершенно великолепно, впрочем, против опаснейших соперников. Первый это был бой против англичан на Рикке Хаттона, против которого никто в то время не мог вообще понять, как можно выстоять и сдержать напор. Это яростного англичанину. Калласа, хотя и не отличается высокую скоростью и каким-то филигранным мастерством, это просто такой прочный, опытный боец. С сильным характером. Ход атаки Хаттона, большей частью разбивались к защиту, в общем, дал серьезный отпор. Уис Калласа Хаттона, да еще и его не уронил в последнем раунде. Тяжелый был пропущенный удар Хаттоном. А другой великолепный бой, который, конечно, всем запомнился. Очень яркий, просто захватывающий поединок, где преимущество переходило от одной стороны к другой. Это был бой против Андре Берто. Мощный, быстрый, с окрушительными ударами боец. Самое главное, с невероятной скоростью. И, тем не менее, несмотря на превосходство скорости, Берто не смог сломить сопротивление Калласа. И временами сам оказывался в весьма тяжелом положении. В общем, это был такой обоюдный, острый и интересный бой. В толкновении Хараши, в толкновении личностей, что он очень многим запомнился. Ну, а его соперник Голлист, не особенно известный боксер. Мало что о нем можно сказать. Он из Доминиканы. Ну, откуда родом, вышла Димова. Извеска серьезных боксеров. Вот хотя бы хвана гуская. Второй раунд. Голлист начал бой в левосторонней стойке, как Проша. Сейчас поменял стойку на правостороннюю. В общем, я решил, что так ему будет удобнее боксировать против левшей. Сейчас будет сильно ниже пояса. Правая перекос по площади. Минус колеса. Видно, что жесткий боец. с тяжелым ударом вполне может принести неприятности сейчас вроде бы начал пристраиваться каваса и пару раз хорошо попал слева хороший левый апперкос сейчас проводит кавасу не хочет уступать к лист пытается поквитаться довольно прочная защита кавасу и сам вот он во втором раунде похоже пристрелялся несколько очень неприятных попаданий в цель было у него сам периодически все-таки пропускает каваса довольно откровенный поединок с первого секунда боя и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приходится ниже пояса... Продолжение следует... 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 В размене с таким соперником, который так превосходно видит и чувствует момент для удара. Поэтому поколист решил поманеврировать и, возможно, периодически взрываться атаками, контратаками. Пытается разорвать дистанцию, но неумолимо его преследует Каласа. Ну, видимо, Каллист еще и просто тянет время для того, чтобы восстановиться после трепки, которую он получил в предыдущем раунде. Остановиться, прийти в себя и, вот видите, пропускает опять точный, правый, прямой по туловищу, выброс печени. Удары у Каласа жесткие. Вот видите, еще два таких коротких. С виду вроде бы шлепка, но это были очень тяжелые, неприятные удары. Короткий пробел по туловищу. Еще один тяжелый удар. И, наверное, сейчас опять окажется на полу Каллист, потому что был потрясен ударом слева. Подбегался. Подбегался. Вот видите, вот эти два удара. Поединок, который в первых двух раундах развивался почти как равный. Теперь все больше и больше мы видим полную доминированность. Луис Аталаса разобрался с соперником. Прочувствовал его. Сейчас, в общем, пятый раунд. И выглядит все так, что, в общем-то, раунды Каллисты сочтены. И очень похоже, что все восемь раундов бой не продлится. Одно точное попадание может уже решить исход этого поединка уже в ближайшие секунды. Но при этом вот такие вот размашистые, неожиданные удары запускает Мигель Каллист. Да. Ну, вот, собственно, и все, я так думаю. Думаю, что на этом все. И тоже, обратите внимание, нет, рефери еще позволяет, нет, останавливает поверенок, и действительно, Мигель Каллист едва стоит на ногах. Вы видели, достаточно простая комбинация. двойной джек правой, прямой левой. бил в догонку. Каллист видела эту атаку. Но... Каласа... знал, что он попадет. Потому что... Мигель Каллист пытался защититься отходом. Но не рассчитал скорости удара. и... И... опять-таки... правильного момента, который для атакы выбрал. Каласа... 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 Джеба. И после этого... Каласа... 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 Мощный акцентированный удар. Пятая маринад 돌아он. Каласа... Редка. Пятый mile он. Минута 33 секунды, пятого раунда, бой остановлен. И обратите внимание, какая разница между предыдущим поединком и этим. Когда Дэнни Гарсия тоже в пятом раунде победил техническим нокаутом, но там...